Господь Воду ты сделал вино Кто слеп увидел твой свет И нет другого Тебе все Кто как ты Светом рассеял ты тьму Слабых поднял из пыли И нет другого Кто как ты Наш Бог великый Наш Бог всесильный Всех превосходный В целом мире Наш Бог целитель Чудный спаситель Наш Бог Наш Бог Светом рассеял ты тьму Светом рассеял ты тьму Светом рассеял ты тьму Наш Бог И мы поем еще Наш Бог великий Наш Бог всесильный Наш Бог всесильный Всех превосходный В целом мире Наш Бог целитель Чудный спаситель Наш Бог 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 Нас Бог целитель, чудный спаситель Наш Бог, наш Бог И если Бог с нами, то против нас восстанет И если Бог с нами, то может против мы И если Бог с нами, то против нас восстанет И если Бог с нами, то может против мы И если Бог с нами, то против нас восстанет И если Бог с нами, то может против нас Аллилуйя! Дорогие зрители, слава Богу нашему! Слава Богу нашему! Я сейчас буду говорить серьезные вещи Святые зрители, давайте сейчас свяжем дьявола Чтобы он не контролировал никого Чтобы каждый услышал имеющие уши Да слышит, что дух говорит церкви Сегодня это время! Аллилуйя! 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 Дьявол, мы тебя связываем Мы тебя связываем именем Иисуса Христа Божьего Сына Мы тебя связываем Мы изгоняем тебя Мы разрушаем все твои атаки Мы разрушаем все твои нападки Все твои замыслы Весь твой контроль Везде, где ты прикоснулся, добрался Мы разрушаем дьявол Мы изгоняем тебя вон, сатана Всех твоих бесов и демонов Мы разделяем и разрушаем И изгоняем вон Именем Иисуса Христа Божьего Сына Халлилуйя! 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 Иисусу мы воздаем всю славу Всю честь, всю хвалу Халлилуйя! 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 Слава нашему Богу! Все, кто смотрят нас, послушайте, сегодня особенный день И сегодня пусть у многих, у многих-многих изменится жизнь И после проповеди я буду молиться конкретно, чтобы демоны отошли Я знаю, что многие люди, они не служат Богу Они не видят Божьей славы в своей жизни Потому что бесы их контролируют Я это видел множество раз Поверьте, я видел, как я изгонял бесов с человека И человек жил до этого просто мрачной жизнью Но когда я изгонял этих демонов, и как правило, они всегда сидят группами И когда я их изгонял, вы знаете, что происходило? Человек буквально жил новой жизнью Новой жизнью Аллилуйя И сегодня, когда я буду говорить важные вещи Дорогие, все, кто смотрят, наши лидеры Наши пастыри Наши дочерние церкви, интернет-домашние группы Все дети Божьи, которые смотрят нас Послушайте, когда я буду молиться через экран Бог мне дал это обетование И оно исполняется сегодня Будут и исцеления, и чудеса И бесы, они отойдут Аминь Вы знаете, буквально недавно мы пережили что-то невероятное Это в самом деле было Божье посещение Наше видение Это спасение людей Каждый должен осознать Задуматься Задать себе вопрос Поставить его ребром Есть ли жизнь после смерти И вы должны понять Одну интересную вещь Важную вещь Основа христианства Почему умер Иисус на кресте Почему Он страдал И многие люди, они останавливаются на вот этом уровне Он страдал и умирал, чтобы взять наши болезни Чтобы взять наши немощи Да и аминь Чтобы мы имели победу над дьяволом через его кровь Да и аминь Но послушайте Есть что-то, самое главное Из-за чего все было Из-за чего Бог, Отец Пожертвовал своим Сыном Причина Это спасение души для вечной жизни Вы должны знать Что наша жизнь однажды прервется Никто из нас Не знает в какой день Мы все знаем наш день рождения И мы отмечаем его Мы радуемся в этот день Но вы знаете Есть день смерти И когда человек умирает Вы должны знать Сто процентов Что на самом деле Умирает просто его плоть Это просто его плоть и все Но сам человек живет дальше И он имеет возможность Здесь на земле определить Он попадет на небо Он попадет в конкретное место Где Бог Или он попадет в ад Ад это реальное место Поэтому мы все здесь Помазание Святого Духа придет Когда я буду молиться И вы увидите Что Бог реален Сила Божья придет Для доказательства того Что существует другой мир И другое измерение И вы должны знать Ад существует Существует Как мы называем небо Но это конкретное место Где живут люди И человек Который спасен Он попадает Именно туда Поэтому видение Нашей церкви Это спасение Человеческих душ Мы делаем что-то Мы молимся Бог являет свою славу Подтверждая слово Чудесами и знамениями Исцеляя больных Делая невозможное Когда мы видим Исцеление рака Четвертой стадии Когда у человека Метастазы по всему телу И уже нет шансов И его приносят На эти дворцы спорта На колледжи И он получает Полное исцеление Притом мгновенно Почему Бог это делает Чтобы всем показать Это средство Это не цель Что он есть Эмэн Что он живой И он хочет всем показать Что то что написано в слове Это истина Что Бог отдал Сына Своего Чтобы каждый верующий в него Не погиб Но имел Жизнь Вечную Вот цель Этой жертвы Поэтому цель Нашей церкви Послушайте друзья Все кто смотрит нас По всему миру Наше видение Это спасение Человеческих душ Для вечной жизни И у нас нет Другого смысла Жизни Даже если здесь будет Очень трудно Даже если будет Очень тяжело Не имеет значения Потому что все равно Мы здесь временно Эмэн Многие люди не поняли Они пришли к Богу За комфортом Но они не поняли Что это все не важно Оно временно Но есть что-то вечное Что никогда И никто У тебя не заберет Это вечная жизнь Вы знаете Недавно Как-то Бог Посетил Реально нас И Я вам хочу сказать Друзья Это касается Конкретно Домашних групп Удивительно просто Такое ощущение Я говорил сегодня Вот говорю С человеком По телефону Я говорю Послушай У нас как будто бы Все заново Мы как будто бы Начинаем Только сейчас Строить церковь По всему миру И Бог дал Откровение О домашних группах Бог посетил нас И такое ощущение Что так посетил Как еще не посещал Новая жизнь Начинается в церкви Я верю в это Всем в своем сердце Интернет Домашние группы Новая жизнь Начинается Я верю Друзья Что Бог хочет Чтобы мы Видение Спасения Человеческих душ Для вечной жизни Пронесли по всей планете Чтобы спаслись Миллионы людей Скажи со мной Миллионы людей Эмэн Нас Бог призвал К этому И я верю Всем сердцем Что каждый Кто сидит здесь Каждый Кто смотрит Меня Вы слышите Что Бог Сейчас говорит К вашему сердцу Потому что Придет день Мы все Станем Перед Богом И я хочу Чтобы когда мы Стали перед Ним Каждому из нас Он сказал Эти слова Которые написаны В Библии Он сказал Добрый И верный Раб Войди В радость Господина Своего Вот слова Которыми мы Должны Жить Все остальное Куда нас затягивает Дьявол В суету В проблемы Еще куда-то Друзья Когда мы Начинаем двигаться В виде небожьем Все бесы Отпадут от нас Эмэн Все дьяволы И демоны Они потеряют силу Помазание Которое на нас Оно просто Уничтожит Всякую проблему Бог Снарядит Нас всех Вы знаете Друзья Бог Он очень сильно Нас благословляет Когда мы Движемся В Его Планах Такое ощущение У меня Что как будто бы Мы Только начинаем Только Начинаем Многие из вас Сидящих И смотрящих Вы Еще Даже Не понимаете Вы не лидеры И вы думаете Это слово не к вам К вам Это слово К вам Вы даже просто Не знаете Кто вы Через вас Будет спасение Людей Через время Вы станете Лидерами Но вы Станете Не просто Лидерами Вы Станете Наученными Вы Станете Сильными Мудрыми Лидерами Которые Бьют Дьявола Прямо В голову Аминь Вы должны Знать Что Бог Хочет Всех Нас Поднять И это Произойдет Аминь Вы готовы Послушать Слово Я думаю Что сегодня Очень важный Момент И После слова Я буду молиться Я вам хочу Сказать Друзья Что Мы Библия Говорит Спасаемся Верой Мы на небо Придем Посредством Веры В Иисуса Христа Божьего Сына И вы знаете Вот Сегодня Я хочу Открыть Немножко О вере Которое Мы Спасаемся Потому Что Это Очень Важный Момент И Тонкий Вы Знаете Что Многие Люди Они Не знают Что Такое Вера И Какой Верой Мы Спасаемся Библия Говорит Верующий В Него Не Постыдится Писание Говорит Четко Что Мы Спасены Верой И Даже Больше Говорится Верой А не Делами Не Законом Верой Мы Верим В Иисуса Христа Божьего Сына Это Дает Нам Спасение Но Сегодня Мы Пойдем Глубже Вы Хотите Или Нет Мы Пойдем Глубже Мы Посмотрим Что Это За Вера Чтобы Не Обмануть Самих Себя Чтобы Ни В коем Случа Не Сделать Ошибки Скажи Соседу Сейчас Мы Спасаемся Верой Дорогие Друзья Вы Знаете Что Библия Говорит Мы Можем Иметь Веру Но Вдруг В Библии Такие Слова Написаны Что Вера Может Быть Живой И Вера Может Быть Мертвой Я Могу Иметь Веру Но Мертвую Удивительно Я Не Могу В это Поверить То Я Могу Иметь Веру Другой Человек Не Могу Иметь Веру Но Она Мертвая То Она Умерла Внутри Меня Она Есть Но Она Мертвая Что Это За Мертвая Вера Давайте С вами Узнаем Сегодня Вдруг Ты имеешь Мертвую Веру Я Знаю Что Есть Люди Которые В этом Зале И Они И И И И И И И И И Кто Кто Смотрят Нас По Телевидению Они Небеса Она Она Приведет Меня В Ад Прям Ком Живая Вера Мне Нужна Живая Вера И Вот Эта Живая Вера Это То Что Мне Нужно И Вот Давайте С Нормально И Самое Главное Его Можно Сказать Позиция Он Не Грешит Он Не Делает Какого То Зла Он Старается Хранить Себя Он Не Грешит И Есть Другая Сторона Веры Вера Которая Творит Великие Дела Для Бога Это Две Стороны И Есть Люди Которые Не Грешат Но Ничего Для Бога Не Делают Вы Услышали Меня Или Нет Но Ничего Для Бога Не Делают Они Говорят Мы Не В Курсе Мы Спасаемся Верой Не Делами Поэтому Мы Стараемся Просто Мы Бросили Курить Мы Бросили Пить Мы Бросили Просто Блудить Мы Бросили Еще Что Послушайте Дальше Мы Не Грешим Поэтому Мы Идем На Небо Средоточены На Том Чтобы Для Бога Творить Великие Дела И Удивительно То Что У этих Людей Бывают Проблемы У этих Людей Есть Слабости У этих Людей Есть Согрешения Но Они Творят Великие Дела Для Бога И Нам Надо Разобраться Что Это Такое Что Это За Вера Которая К примеру Не Грешит Но Ничего Для Бога Не Делает Просто Человек Посещает Церковь Человек Не Делает Ничего Плохого Он Просто Ничего Не Делает Давай Так Скажем Да А Эти Они Сосредоточены На том Чтобы Сделать Для Бога Великие Дела И Мне Хочется Сейчас Сказать Вам Друзья Одну Интересную Вещь Что Каждый Человек Сидящий В Зале Смотрящий Нас По Телевидению Сейчас Вы Должны Знать Одну Вещь Кровь Иисуса Христа Божьего Сына Она Пролилась За Каждого Из Нас И Есть На Это Серьезная Причина Потому Что Каждый Из Нас Мы Все Равно Будем Согрешать До Конца Своих Дней И Писание Говорит Кто Говорит Что Он Не Согрешает Тот Кто Лжец И Нет В нем Истины Мы Будем Бороться С плотью До Конца Своих Дней Сколько Будет Биться Наше Сердце Даже Будучи Лидерами Будучи Пастырями Будучи Епископами Будучи Евангелистами Учителями Апостолами Не имеет Значения Твой Титул Он Не Меняет Твоей Человеческой Природы Кто Ты Меня Слышит Даже Если Ты Станешь Апостолом Поверь Ты Тот же Вася Который Был Как Человек Твоя Человеческая Природа Твоя Человеческая Натура То Что Передалось Тебя От Папы Мамы Дедушки Бабушки Какие То Вечи Какие Слабости И У Каждой Слабости У Каждой Похоти У Каждого Греха Согрешения Индивидуальный Можно сказать Эксклюзивный Покрой Мы Все Индивидуальные В Наших Грехах Если Каждому Заглянуть Сейчас В его Тайную Жизнь Заглянуть В его Разум То Ты Увидишь Вау Ого Вот это Эксклюзив Такого Нигде Я не Видел Так Или Нет Это Правда От Этой Правды Мы Стараемся Спрятаться Мы Стараемся Не Говорить О ней Мы Стараемся Сказать Нет Ну Что Ты Я Пришел К Иисусу Побеждающий Я Верующий И Верующий Не Согрешает Послушай Меня Нет Верующий Согрешает И В Мыслях Согрешает И Не В Мыслях Согрешает И Он По Прежнему Остается Человеком И Сражается С плотью Скажите А А Чего Вы Так Руки Поднимаете Вам Надо Руки И Ноги Поднимать Потому Что На самом Деле Мы Сражаемся С плотью Мы Сражаемся С ней Кто-то Говорит А я Уже Не Сражаюсь Это Временно Потом Опять Скажешь Нет Я Все Так Буду Сражаться Мы Победили Какие-то Вещи Однозначно Топорные Грехи Вот Эти Да Их Бросить Легко Я Пришел Я Курил Я Бросил Ты Герой Молодец Но Есть Вещи Которые Не Внешние Не Топорные Не Большие Которые Спрятаны В Тебе Есть Твои Вот Такие Вещи Которые О Которых Ты Никогда Не Расскажешь Если Можно Было Читать Мысли У Человека На Лбу И У Тебя Прочитали Твои А потом Ты Сказал Теперь Я Прочитаю Тебя И На 20 Минут Потерял Потому Что На Самом Деле Мы Остаемся Людьми Кто-то Меня Слышит Или Нет Поэтому Мы Видим Что Даже Папостолы Которые Уже Были Помазаны Святым Духом Уже Были Сильны И Мы Видим Петр Он Сидит И Кушает С Язычниками И Тут Идут Иудеи И Он Раз Встал Говорит Это Не Сами Кушают Так Ты Только Что Кушал С Ними Я Он Так Мясо Дожевывает Там А Вот Это Мясо Сало Ты Ешь Сейчас Украинское Петр Сало Да Нет Это Не Сало Это Кошерное И Павел Написано Встал И Говорит Ты Говорит Чего Говорит Лецемеришь Ты Чего Делаешь Говорит Прямо При всех Говорит Ты Говорит Ты Спасен Ты Можешь С ними Кушать Че Ты Прячешься Говорит Это Петр Кто Это Тот На Котором Зиждется Церковь Иисус Сказал Но Он Все Оставался Тем Же Человеком Который Боялся Мнения Людей И Кто То Из Вас Боится Мнения Людей Кто То То По Прежнему Под Контролем Какого Уважаемого Человека А Кто То Зависим От Денег Этого Человека Поэтому Соглашается Со Всем Что Тот Делает А Кто То Из Вас Вы Попадаете Вообще Такие Обстоятельства А где Вы Это Не Вы Я Ни Я И Шапка Не Моя Все Ничего Не Знаю Почему А потому Что Слабый Внутри Еще Кто То Из Вас Очень Молодушен Может Быть Такой Или Нет Должен Был Подойти И Сказать Алло Остановись Но Не Может Слабый Внутри Кто То Из Вас Очень Ленивый Вот Просто Ленивый Перечислять Дальше Или Нет О Как Вы Это Любите Да Хорошо Нет Проблем Еще Чуть Чуть Перечислить Кто То Из Вас Конкретно Западает На Девушек На Женщин Ау Сказать Что Подняли Руки Или Нет Иисус Сказал Нельзя Смотреть Даже Ты Так Смотришь Ты Реально Сверлишь Глазами Сейчас Весна Правильно Да Сейчас Вообще Начнется Сверление Понимаешь И ты Когда Идешь Со своей Женой Идешь Голова Оказывается Может Вот так Раскручиваться На 180 Градусов И она У тебя Бум По печени Ты Не чувствуешь Боли Даже Ой Что Что Это Я Говорю Не Может Быть Верующий Разве Он Так Может Быть Нет Он 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 Лидер Или Пасты Пасты Никогда Не Могут Такого Допустить В своей Голове Нет Да Да Куда Ты Не денешься От этого Надо Работать Над этим Конечно Сколько Всю Жизнь А Что Делать Голову Так Постоянно На место Ставить И Все Поэтому Некоторые Очки Нуся Бинокли Понимаешь Борются Послушайте Есть Разные 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 Кто-то Поверьте Он Сидит В этом Зале Или Смотрит У него Проблемы Вообще В этой Теме Если Взять Сексуальную Тем Конкретную Проблему Может С гомосексуализмом Еще С чем-то Он борется С этим Но Он Верующий Возможно Он Лидер Возможно Он Пастырь Это Скажет Не Может Быть Конечно Потому Что Это Внутренняя Жизнь Ее Никто Не Видит И Не Знает Так Или Нет Откуда Это Пришло Извини Дорогой Это Пришло От Родителей От Предков От Дедушки От Бабушки Ты И Знать Не Знаешь На Генетическом Уровне На Уровне Духовном На Каком Угодно А Что Он Освобождение Не Получит Ну Спроси Чего Он Его Не Получит Он Освобождается Освобождается Давайте говорить Трезво Есть люди Которые Приходят На Собрание Получают Полное Освобождение От Чего Но Никогда До Совершенства Ну Такого И Просто Не Может Об Библия Говорит Потому Что Всегда Тебе Нужно Сражаться Ты Всегда Будешь Нуждаться В Крови Иисуса Ты Всегда Нуждаться Будешь В Том Чтобы Бог Он Все Так По Милостям Тебя Был А Потому Потому Что Ты Праведный Своей Праведностью Библия Говорит Мы Не Достигли Бога Почему Библия Говорит Все Совратились До Одного Так Говорит Библия Или Нет То Не Было Даже Человека Одного На Земле Кто Б Угодил Богу Своей Праведностью Почему Вдумайтесь Почему Потому Что Невозможно Когда Адам Согрешил Все Это Как Вирус Который Вошел И Разнообразный Он Мутировал В человеке И он Буквально Там Человек Пытается С этим Бороться Но У него Есть Еще Это Он Все Равно Будет Бороться И Мы Должны Хранить Себя Стараться Мы Все Для Этого Делаем Кто Амин Скажет Поэтому Мы Здесь Давайте Будем Нормальными Людьми И О нормальных Вещах Говорить Если Мы Говорим О Вере То Давайте Говорить Притворяется Просто Я Так Знаете Извиняюсь Но Я Не Люблю Слушать Когда Кто-то Выходит И Начинает Нести Извиняюсь Пургу Просто Про То Что Он С детства Верующий Что Он Пастор И Он С детства Верующий Он Пиво Никогда Не Пил Он Никогда Не Курил Я Думаю Что Ты Натворил Тогда Потому Что Есть Люди У них Все Грехи Наверху Так Или Нет А Есть Люди У них Все Где-то Так Заныкано Что Ну Просто Ты Смотришь На него Точно Святой Как Иисус Я Таких Боюсь Если Ко мне Приближается Человек Очень Очень Праведный И Очень Долго Я Не Могу Вычислить Где У него Проблема Я Всегда Говорю Своим Близким Помощникам Тут Серьезная Проблема И Никогда Я Проклятие В нем Воровство Оказывается Я видел Людей Казалось Такой Святой Такой Святой Он Вор Конкретный Вор Но Он Так Воровал Что Ты Никогда Не Вычислишь И Знаешь Что Он Вид Праведник Поэтому Есть Люди У них Наверху Все Вот Этих Я Люблю Потому Он Сразу Все Расскажет Сразу Все Видно Если Что Где-то Не Такое А Ну Все Наверху Потому Что Он Если Грешит Где-то То Ты Сразу Это Видишь Вот Эти Классные Знаешь С ними Можно Работать Как Говорится Потому Что Ты Сразу Говоришь Иди Сюда Вот Это Так Вот Это Так Хорошо Обуздать Уже Как То Можно Вот Эту Проблему Вы Понимаете О чем Я Или Нет Скрытные Люди В Тихом Омуте Ангелы Водятся Да Вы Так Говорите Тихо Что Мне Страшно Вы Тихие Да А Вы Закричать Можете Да Вот Та Сторона Тихая А Ну Закричите Нормально О Боже Вот Это Да Я Понимаю Вот Смотрю Они Близки К Праведности А Та Сторона А Ну О Боже Слава Иисусу Христу Я Среди Открытых Людей А Вот Середина Можете Закричать А Аллилуйя Давай все вместе Закричим Аллилуйя Слава Иисусу В том-то и благодать Божья Льется каждый день И каждую секунду На нас Кто нас принимает Такими Какие мы есть Аллилуйя Я радуюсь этому Потому что Сколько бы мы Не старались Библия говорит Ни один человек на земле Своей праведностью Не достиг Бога И потом Явилась Праведность Божья Через Веру Вот Через Веру Скажи со мной Через Веру Поэтому Сегодня Я прихожу К Богу И Он Знает Обо мне Все Апостол Не все Знает Он Обманут Пастырь Тоже Я не расскажу Никогда В жизни Об этом А если Расскажу Зачем Он же не сможет Проповедовать Месяц Да поверь Мне Если Я Тебя Расскажу Ты Со стулом Может Не встанешь Месяц Не Я не грешник Я святой Только Я святой Через кровь Иисуса Я Праведник Через кровь Иисуса А без Крови Иисуса Конец Сразу Могновенный Суд Ад И все Потому что Никакие Титулы Время Крещен Ты Духом Святым Ты крещен Водой Ты крещен Короче говоря У тебя уже все Ты уже самый главный Ну ты все Той же Вася Есть Духовный Портрет Человека Там где Помазание На нем Духовный Портрет Это то Что Бог Делает То что Бог Строит На человеке На его Характере Это Духовный Портрет Услышали Меня Или нет И надо Всегда Разделять Эти вещи Понимать Не путать Их Ни в коем Случае Потому что Приближаешься К своему Пастору И увидел Человеческую Природу И соблазнился Да никогда В жизни Не соблазняйся Потому что Это Его Человеческий Портрет Но есть Его Духовный Портрет Раз его Бог Поставил Значит Бог Увидел В нем Что-то На его Характере На его Вере Бог Что-то Строит Амин И в Духовный Портрет Он Пастор Он Заняет Бесов И бесы Подчиняются Ему Человеческий Портрет Извини Доровый Друг Он Каким Был Таким И остался И тут Ничего Не поделаешь Вы теперь Понимаете О чем Я Поэтому Вот эта Сторона Люди Обманутые Которые Думают Если они Не курят Не пьют И все Остальное Библия Что говорит Писание Запишите Себе Слова Просто Они Важные Что Дела Наши Это Зеркало Нашей Веры И давайте Посмотрим Что же Говорит Писание Это Интересно Потому что И когда я Смотрю Что говорит Писание Это всегда Очень Очень Интересно Иакова 2 глава 14 стих Мы возьмем Что пользы Братья Мои Если Кто Говорит Что Он Имеет Веру А Дел Не Имеет Может Ли Эта Вера Спасти Его Речь Идет О Вечном Спасении Вопрос Был Задан Всем Нам Может Ли Эта Вера Спасти Его Он Говорит Что Имеет Веру А Дел Не Имеет Может Ли Эта Вера Спасти Его Вопрос Ответьте все, пожалуйста Нет Мы говорим нет, потому что у нас есть здравый рассудок Правильно или нет? То есть получается его вера, посмотрите, с ней что-то не в порядке Потому что если дела это зеркало нашей веры Мы можем в наших делах увидеть, насколько мы верим И мы не можем оправдаться тем, что мы просто не курим Не пьем, не делаем какого-то там еще греха Нет, мы не можем этим оправдаться Скажи на это аминь Потому что у нас все равно есть какие-то вещи Которые будут с нами до конца наших дней Так или нет? Мы до конца дней, до последнего вздоха будем нуждаться в крови Иисуса Христа Чтобы она омыла нас Никогда не будет минуты, когда мы скажем Иисус, вот эта минута, я в тебе не нуждаюсь Твоя смерть, эта минута показывает, что твоя смерть была напрасной Зря я прожил праведником целую минуту Такого не будет Потому что кровь Иисуса пролилась И жертва Иисуса, она была не зря За каждого из нас Скажи аминь на это Потому что до последнего вздоха Мы будем нуждаться в крови Иисуса Христа Чтобы она омывала нас от наших грехов Которые, может, не видят люди Да, людям, конечно, мы показываем свои сильные стороны А прячем слабые Или я сказал, что-то не так Мы не демонстрируем свои проблемы Наоборот, мы их скрываем Но мы показываем то, где мы сильны Это наша человеческая натура Грешная натура, которая так устроена Чтобы показать, да я крутой Посмотри, я праведный, да я сильный Я в этом, в этом, в этом Я вообще особенный Конечно, особенный Но ты показываешь это, чтобы Что? Может быть, возвыситься над кем-то? Счастливие, гордость Все это движет часто нами Даже когда мы показываем вот эти вещи Посмотри Какой я? Ну, какой ты? Ты знаешь сам Поэтому успокойся Поэтому Библия говорит Не возвышайся ни над кем Потому что все мы одинаковые Нет, мы не одинаковые Я лучше Нет, ты не лучше Кто-то понимает, о чем я или нет? Бог проводит человека Через трудные обстоятельства Через скорби Через испытания Он ведет его Он формирует его Он ведет Делает с ним что-то Чтобы сделать с него служителя И у него появляется Ну, характер Как основание Он становится стабильным Сильным, верным Помазанным И так далее, да? То есть сила Божья на него сходит Бог его поднимает Все это Бог делает с человеком Послушайте Но так или иначе Человек остается человеком Кто-то услышал меня? Поэтому Писание говорит Смотри Оставим этот вопрос И поймем Что хватит Прикрываться фиговыми листами Наша ногота Может прикрыта быть Только Богом Только Иисусом Только Его жертвой Мы одеваемся в одежды праведности Который дал нам Кто? Иисус! Он взял нашу ноготу на себя Поэтому на кресте Он висел голый Друзья Полностью ногой Когда Его показывают В этой тряпочке Да не было там никакой тряпочки Об этом история говорит Они голые всегда висели Ноги Почему? Потому что Эта ногота была твоя Это была наша ногота А одежды праведности Он взял и дал каждому из нас Поэтому мы Одеты в Его одежды Праведности Давайте дать им Ему хвалу Он взял стыд Он взял стыд Который бы был Он взял его Слышишь или нет Люди боятся о том Что кто-то узнает Послушай Не бойся Потому что Иисус взял стыд На себя Он взял позор Твой На себя Он взял все Чувства негативные Которые связаны С твоей проблемой На себя И Он Там на кресте Взял на себя Все вещи Вот эти страшные Которые бы ты переживал Из-за своего греха Он взял на себя А тебе Он послал Одежды праведности Посредством веры Он надел тебя В одежды праведности Ты принимаешь Сейчас эти одежды Он надел тебя Он кровь свою Пролил конкретно И вы знаете Что Писание говорит Что когда Он умер Он сошел в ад И Он был там И Он там Лишил дьявола Всякой власти И освободил Даже тех Которые были там И поэтому Было сразу же Первое воскресение Библия говорит Что когда Он воскрес То прямо перед этим Сначала Знаете что было Воскресли Множество людей И их видели Люди Живые люди Они видели Что было воскресение Реальное Вы представляете себе Или нет Воскресли люди Потому что Иисус освободил их Было воскресение И они поднимались Написано И вошли в град Божий Я дословно цитирую И вошли в град Божий В город Божий Город Божий Это то Где мы будем И они вошли туда И люди это видели Своими глазами Как мы сейчас Вы меня видите Точно так Они видели их В город Божий Они смотрели Своими глазами Как эти люди Живые В телах Поднимались Прямо И видели этот город Это невероятно И потом Когда Он Воскрес Представьте себе Этот момент Писание говорит Что он был Сорок дней На земле С учениками Он оставлял их Учил их Говорил им И потом пришел день Когда он был Вознесен И когда он был Вознесен Библия говорит Послание к евреям Он вошел Прямо в храм Оказывается В этом городе Есть храм И в этом храме Сидит Бог Отец И когда он Вошел туда Он вошел Написано Со своей кровью Весь Ветхий Завет Все время Говорит о жертве И о крови И о прощении И вот Представьте себе Он входит туда И идет Со своей кровью И вдумайтесь О чем идет Речь Со своей Кровью И вот он Подходит Он подходит Прямо К этому Жертвеннику Жертвеннику Вечному И эта кровь Друзья Была Пролита И мы Сами Это его Кровь И в этот момент Он Называет Твое имя Он назвал Имя каждого Из нас И сказал Это кровь Пролита Цена Заплачена Вот Во что Мы верим Это Вечная Жертва Совершенная Библия Говорит Жертва Это Жертва Которой Уже Нельзя Что-то Прибавить Это Жертва Которую Нельзя Просто Усовершенствовать Она Совершенна Поэтому Сегодня Я Такой Как Есть Я Прихожу К Моему Богу На основании Единственном Основании Совершенной Жертвы Иисуса Христа Я Так Благодарен Богу За то Что Он Сделал Это Понять умом Это Трудно Вы знаете Понять умом Очень тяжело Как Бог Любит Нас Каждого Из нас Я Думаю Что Когда Мы Говорим Об этом Дух Святой Он Будет Проговаривать Тебе Если Ты Возьмешь Это Слово И Будешь Слушать Десять Раз Дух Святой Обязательно Коснется Тебя В какой-то Момент И Ты Начнешь Понимать Любовь Божью К тебе Лично Потому Что Он Называл Твое Имя Когда Он Зашел В этот Зал И Когда Он Эту Кровь Принес И Назвал Твое Имя И Сказал Этот Человек Искуплен Искуплен Понимаете Или нет Он Выкуплен Все Какая Была Цена Доллары Евро Нет Кровь Смерть Но Цена Была Заплачена Каждый Из Нас Был Искуплен Слышите Мы Куплены Библия Говорит Дорогою Ценою Осознать Это нужно Прямо Сейчас Прямо Сейчас Дорогой Телезритель В этот Момент Что Ты Куплен Ты Куплен Дорогой Ценою Ты Куплен Кровью Иисуса Это Была Плата Ты Куплен Ей Все Больше Ты Не Принадлежишь Никому Только Ему Если Кто-то Хочет Тебя Обвинять Пусть Он Уберет Свои Руки Потому Что Ты Больше Не Принадлежишь Никому Если Кто-то Хочет Тебя Осуждать Не 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 Потому Что Ты Куплен А Написано Бог Оправдывает Нас И я Так Счастлив Что Он Оправдывает Нас Что Я Куплен дорогой ценой. Я теперь принадлежу ему. Никто не может обвинять избранных божьих. Аллилуйя! Никто! Знал ли Бог о том, какой ты? Знал ли Бог, что ты сделаешь? Писание говорит, волосы на голове твоей все сочтены. Он знает все. Ты не знаешь, что будет завтра, правда? Ты не знаешь, что будет через 10 лет, а Он все знает. И Он купил тебя. Он искупил тебя. Аллилуйя! Он искупил тебя. Скажи, Бог меня искупил. Аллилуйя! Я принадлежу Богу. Дай Ему славу сильную. Аллилуйя! Это откровение, друзья, которое должно стать основанием твоей жизни. Это то, почему люди идут на небо. Вот она, единственная причина. Это кровь Иисуса. И вы знаете, Иаков говорит, посмотрите, может ли вера без дел, посмотрите, что польза баратьям мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? И мне тогда начинает становиться страшно, подожди. Оказывается, я могу иметь веру, которая не имеет отношения к спасению? Я не хочу иметь такую веру. Скажи, аминь. Я хочу иметь веру настоящую, которая приведет меня на небо. И говорится здесь дальше, смотрите, если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, такой пример он приводит, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, греетесь и питаетесь, но не даст им потребного для тела, что? Пользы. О, интересно. Так и вера, 17 стих, если не имеет дел, мертва сама по себе. Боже мой. Оказывается, я могу быть в церкви, я могу быть человеком, который все это слышит, и быть человеком, который имеет мертвую веру, потому что у него нет дел, которые свидетельствуют о живой вере в его сердце. Мне люди задают вопрос, покажи мне в Библии слово партнерство. Вот показываю. «Если ты делаешь делаешь у тебя живая вера». Кто-то аминь скажет на это? Каждый, кто сегодня служит Богу, делает подвиги, каждый, кто сегодня, может, теряет свой комфорт ради Бога, он делает что-то для Бога, он служит. Он служит Богу. Он жертвует. Друзья, я прямо говорю, все как есть. Человек должен иметь дела, которые свидетельствуют о его живой вере. Живая вера, она никогда не успокоится в твоем сердце. Если она живая, она будет что-то делать. Ты не сможешь спать, ты не сможешь есть, ты не сможешь ничего, потому что живая вера не даст тебе покоя. Это как субстанция, которая внутри тебя, и которая говорит, пульсирует, это как сердце, которое говорит, алло, вставай, ты должен делать это дело, ты должен идти, ты должен молиться, и человек поднимается ночью, и ходатайствует. Это так и работает. Живая вера, она дает тебе внутри сигналы. Она говорит, вставай скорее, иди, евангелизируй, иди к этому человеку. И ты идешь, ты бывает не понимаешь, что ты делаешь, но ты идешь, становись лидером, неси это служение. Господи, я не могу, я слабый, давай, потому что живая вера, она тебя ведет в служение, живая вера, она ведет тебя к жертвам, живая вера, всегда сделает тебя партнером, живая вера, она никогда не даст тебе покоя. Аминь. так и будете продолжать проповедовать? живая вера, не дает покоя. Они говорят, да, да, мы верим в Иисуса Христа, Божьего Сына, Он воскрес, им дают срока, там, по пятнадцать, по двадцать, по двадцать пять лет. Я встречался лично с Виктором Ивановичем, Белыхум, и он рассказывал это лично мне. Он говорит, когда я сидел в тюрьме, жена сидела восемь лет, он двадцать пять, у них детей много. О, подожди, а семья на первом месте? Подожди, дорогой, если в тебе живая вера? Нет. А если мертвая, то у тебя все на первом месте, только не Бог. Кто-то услышал меня или нет? У тебя все будет на первом месте, и семья, и дом, и работа, и все остальное, а все остальное, это у тебя будет там на последнем. Ну, живая вера, она Бога ставит на первое место. И когда я с ним говорил, он говорит, был момент, меня позвали, и говорят, прямо так бумага лежит, уже все написано, все, что ты должен, расписаться вот здесь, что ты, никаких проблем, что ты веришь в Бога, никаких проблем, что ты веришь в Иисуса Христа, там все это прямо написано, то есть, что я верю в Иисуса Христа, там и так далее, но я обещаю не проповедовать. Говорит, и все, что мне надо было, это расписаться под этим документом. И они говорят, они сразу сказали, меня выпускают домой. А иначе, иначе туда, на север, топтать снега на большой-большой срок, друзья, на всю жизнь практически. Говорит, и когда это все мне дали, я сказал, я никогда это не подпишу, потому что я буду проповедовать Евангелие. я, говорит, уехал на 25 лет. И отсидел все 25. Интересно пообщаться, правда, с таким человеком? И я вам объясняю сегодня, что живая вера, это не просто не грешить, живая вера, это делать что-то великое для нашего великого Бога. То, что ты не куришь, да я счастлив от этого, ты знаешь? Ну, я бы был еще больше счастлив, если бы ты спасал тысячи людей, если бы через тебя сила больше двигалась, если бы ты сегодня жертвовал, если бы ты сегодня проповедовал, если бы ты сегодня просто дьявола уничтожал. Что? И сигарета была у меня в кармане? Да мне вообще плевать на твою сигарету. Честно тебе скажу. Просто все равно. Ты скажу, ты что, пастор, такой врешь, курить можно? Мы не курим, потому что это вредно для здоровья. Кто-то аминь скажет или нет? Аминь. 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 Чтобы больше сделать для Бога. Будешь курить, меньше проживешь. А-а-а. Вот оно что. Многие вещи мы не делаем, потому что это неправильно. Но то, что ты не куришь, оно не утешает никого. Может быть, твою жену или твоего мужа, потому что ты не тратишь деньги на сигареты. Но извини, пожалуйста, кому какая разница на самом деле? А вот всем есть разница от твоего великого служения. Я так говорю или нет? Всем есть разница, когда ты жертвуешь. О, когда ты жертвуешь и кто-то получил эту помощь. Когда ты жертвуешь и мы запустили еще один спутник. Вау! И спаслось там, я не знаю, тысячи, тысячи людей слушают Евангелие, миллионы. Вот это я чувствую, вот это я понимаю. Вы хоть понимаете, о чем я или нет? Многие люди перепутали мертвую веру с живой верой. И они ходят с этой мертвой верой. Я не курю, я не пью. Слушай, если ты так живешь, лучше поедино, куришь, напейся и приди в нормальное состояние. Потому что, если ты попал, это дух религии, это ужас, это хуже, чем пить, курить. Дух религии, это дух дьявола. Это дух обмана. Когда человек просто живет в этих обрядах, запретах и во всем вот этом нельзя, 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 то при чем тут нельзя? Алло, проснись. В этот день нельзя, что шить нельзя. Я начал шить и себя в жопу как уколола, я извиняюсь. Я начал стирать и странная машинка сломалась. Я как слушаю этот бред и говорю, слушайте, что вы несете вообще в этот день? В этот день нельзя быть религиозным. потому что религия это опиум. Нам нужна вера. Вопрос перед Богом будет не о том, грешил ты или нет, когда ты станешь перед Ним. Потому что этот вопрос Бог закрыл через жертву Иисуса Христа, заплатив цену кровью Сына. И эта кровь все время перед Отцом. Я бы хотел, чтобы вы записали даже это. Вопрос перед Богом будет не о том, грешил ты или нет. Потому что этот вопрос Бог закрыл, заплатив цену кровь Сына. И кровь Сына все время перед Отцом. вопрос будет другой. Что ты сделал твои дела, твои подвиги, твои жертвы? Что ты сделал на земле для Бога, для людей? Вы меня все слышите или нет? Запишите это себе. Вот какой вопрос будет стоять. Бог не спросит тебя, курил ты или нет? Кто-то меня слышит или нет? Пастор, ты что, нас толкаешь на курение? Да нет, я толкаю вас стать партнерами вместо того, чтобы покупать сигареты. Религия, это когда в голове мрак. Когда человек просто живет, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Чего нельзя? Он даже не понимает. Ему начинают стелить дальше. юбку короткую нельзя, краситься нельзя, хлопать нельзя и пошла вода по трубам. И вот он превращается в какое-то непонятное чудико. Понимаешь? И выходит тогда сестра, ее волосы не расчесаны, она не накрашена, потому что она уже думает, раскраситься нельзя, наверное, эмувации походу нельзя, потому что зубы почищу, может, это грех. Она как дыхнет на тебя, ты чувствуешь, что верующий человек. Юбка, а что да, молодец, правильно. Тут все вот так, тут. Все это я проходил, друзья, поверьте, с Викторией. Она у меня ездила везде в косыночке с длинной юбкой, мы одевались исключительно из секонд-хенда. Вот это, знаете, самая страшная вещь, это считалось святость. Чем страшнее, тем святей. Поэтому, если бы вы видели наши фотки, я никогда их даже не показываю. Это так стрёмно смотреть, знаете, просто, я извиняюсь, некрасиво, знаете, просто так, как-то неприятно. Мне даже, я говорю, Виточка, убери это, пожалуйста. И Виточка такая. Ну, так как я был ревностный в этом, я говорю, Виточка, я хочу, чтобы ты, чтобы мы на троллейбусе на этом, когда мы едем, что-то я такое придумал, Господи, я забыл. Страшное такое, что она начала молиться Богу, Господи, пожалуйста, сделай чудо, чтобы он забыл об этом. Я забыл. И через годы, только когда уже мы немножко начали приходить в норму, знаешь, вспомнил. Я говорю, Вау, ты помнишь, я тебе говорил? Она говорит, да, а ты знаешь, я молилась о том, чтобы ты забыл об этом. Потому что ревность, только не о том, понимаете? Не о том, не о делах Божьих, а ревность о том, чтобы вот это вот, нельзя, 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 нельзя. И поверьте, нельзя. Нельзя ни в коем случае планировать семью. Поэтому дети там рождаются, как конвейер, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Один, второй, восьмой, десяток. Я помню, сижу с братом, и мы разговариваем с ним, у него уже было восемь, по-моему. И он говорит, говорит, прикинь, я год терпел, говорит. И один раз с женой, и она уже беременная опять. Говорит, ну что делать, а? Я ей все начал рассказывать, вы бы поняли, что вот эта вот сторона, она, на самом деле, это не то, чего ждет Бог. И я не говорю о том, что надо грешить. Нет. Мы хранимся от греха, поэтому мы здесь. Аминь. Мы пришли сюда, естественно, всякое, все вот это непотребство нужно убирать из жизни. Оно нам не нужно, потому что мы святые люди. Аминь. У нас и так всего хватает, правда? Я что-то не так сказал? Поэтому лишнее, давайте уберем. Хорошо? И мы сразу приходим, хотя бы топорные грехи мы убираем, правда? Курение, пьяное пение, там, ну и все остальное, да? Ну так или нет? Да. Ну поймите, друзья, живая вера, она внутри тебя и она не дает тебе покоя. И когда ты станешь перед Богом, вопрос не будет стоять в том, в какой юбке ты ходила. Вопрос не будет стоять в том, красилась ты или нет. Вопрос будет стоять в том, что ты сделала для Бога, твои подвиги на земле, твои дела на земле, для Него. Сестры, вы меня услышали или нет? Я спасаюсь через чадородие. Знаешь, как говорят? Ну спасайся. И вот это спасается. Ну это не, пойми, подвиги для Бога, дела для Бога, великие. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. Вот давайте с вами просто посмотрим такую вещь, да? Что такое вообще по-настоящему герои веры? У кого была живая вера? Кто хочет посмотреть это место из Библии? Кто хочет узнать? Кто такие герои веры? Вы сейчас увидите, посмотрите. Что такое герои веры? 11 глава, послание к евреям. И мы смотрим с 32 стиха. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках. И теперь смотрите дальше. Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, скажи со мной аминь. Потому что сегодня, если дьявол приходит к нам, как рыкающий лев, ища кого поглотить, мы противостоим ему чем? Чем? Твердой верой. Скажи твердой верой. Скажи громко. Братья и сестры, еще раз скажите твердой верой. Скажи со мной живой верой. Живой, твердой верой. Я не слышал, живой, твердой верой. Послушай, дьявол пытается накинуться на тебя, на твоих близких, но мы противостоим ему не вот этой мертвой верой. Нет. А твердой, живой верой. Мне хочется услышать вашей аминь. Аллилуйя. Дай Богу славу. Хорошую славу. Аллилуйя. Смотрите дальше, что они творили этой верой. Угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи. Вы слышите? Укреплялись. Укреплялись. То есть, когда приходит немощь, укреплялись от немощи. Чем? Вера. О, Боже. Были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Дальше вообще. Жены получали умерших своих воскресшими. Вы слышите, что такое живая вера? Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. И это тоже верой. Другие испытали, внимание, братья и сестры, поругания и побои, а также узы и темницу были побиваемы камнями. Апостол Павел был побиваем камнями. Его даже убили, побивая камнями. Вытащили труп за город, бросили этот труп. Представьте, а он открывает глаза, поднимается и идет проповедовать дальше. Если у тебя живая вера, Бог с тобой сотрудничает. Если у тебя живая вера, Бог с тобой сотрудничает. У кого живая вера, тот никогда не будет сидеть на лавочке, тот будет идти вперед, творить дела Божьи. Кто-то должен сегодня услышать меня, кто-то по телевидению должен понять, о чем я говорю. Потому что с мертвой верой я не хочу прожить эту жизнь, а потом стать перед Богом, чужим человеком. И Бог скажет, у тебя была мертвая вера. Ты просто держался непонятных правил и все. Ты просто говорил, я не грешу, дорогой мой. Живая вера, она больше, чем не грешу. Живая вера, это что-то большее. Кто-то меня слышит или нет? Живая вера, это великие дела для Бога. Она не может просто сидеть внутри, она толкнет тебя на подвиги. Твоя жизнь, это будет свидетельство веры в Бога. Потому что ты пойдешь служить, ты пойдешь двигаться с Богом, ты начнешь спасать людей, ты начнешь жертвовать, ты начнешь просто делать вещи, которые ты никогда не делал. Потому что живая вера, она на самом деле делает что-то великое. И дела, которые ты видишь в своей жизни сейчас, прямо сейчас, дорогие телезрители, прямо сейчас, в этот момент, проанализируйте свою жизнь. Посмотрите, как в зеркало на свои дела. Если у вас их нет, вы должны понять, вы должны просто признать, у меня мертвая вера. И я не хочу после этого служения, после этой проповеди, после этого послания, оставаться с этой мертвой верой. Я говорю ей, до свидания. Кто-то со мной согласен? Потому что я начинаю жить с живой верой. Эта живая вера, она меняет всю реальность моей жизни. И посмотрите, дальше, что здесь было. Были побиваемы камнями, перепиливаемы. Представьте, даже верой люди терпели это. Это же вопрос, как они терпели всегда. Вы знаете, в истории этот вопрос стоит до сих пор. Говорят, как такое могло быть? Вы слышали за сады Нерона? Кто-то слышал или нет? Сады Нерона это как целые сады были, то есть крестами вот так вот, целая масса, просто, знаете, территория огромная. И там кресты, и там висят верующие. И они начинают, их поджигают всех одновременно, а они начинают петь Богу. Их разрывает тигр, а они улыбаются, они поют гимны. И Нерон ходил и говорил, я не могу понять, что с этими людьми, почему их убивают, а они поют, а они улыбаются. Слушай сюда. Живая вера привлекает к тебе живого Бога. живая вера привлекает в твою жизнь, в твое служение живое помазание. Дух Святой, который ходит по земле, Он ищет сейчас в этом зале тех, кто услышит это слово, примет его с принятием. Ты примешь помазание. Он ищет, чтобы помазать, Он ищет, чтобы благословить, Он ищет, чтобы сотрудничать. Но поймите, никогда, никогда не было по-другому. Иисус спрашивал каждого человека, веришь ли ты? Вы помните это или нет? И каждый говорил, верю. И Он тогда только говорил, будь исцелен. И наше исцеление в жизни, наше спасение, вся наша жизнь, это все через веру. Написано, через веру мы имеем спасение. Через какую? мертвую? Нет. Кто-то сегодня должен услышать, через мертвую веру мы не будем иметь спасение. Мы станем перед Богом. Друзья, и будут люди, которые станут. И когда они станут перед Богом, представьте, какой ужас будет. Они были верующие всю жизнь, но вера их была мертва, потому что нечего показать. И вы сейчас увидите кое-что. Я хочу дочитать, и смотрите, что здесь говорится. Перепиливаемы, подвергаемы пыткам. Пытки умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. А потом такие слова. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. А теперь мне хочется просто сказать вам, посмотрите. О ком идет речь? Мы читаем о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле. О, давайте только этих возьмем. Там говорится и других пророков. Давайте возьмем. Подождите. Самсон? Самсон это был человек, который был посвящен в Назарее до рождения. Вы в курсе или нет? До рождения в Назарее. Что такое в Назарее? Он не имел права пить вина. Он не имел права прикасаться к женщине. Он не имел права многих вещей делать. Но Самсон, он их нарушил. Он их нарушил. И поймите, мы говорим о том, что грех делать не нужно, потому что за грех всегда будет расплата. Самсон взял и нарушил. Он не просто нарушил. Посмотрите, ему нельзя было касаться женщин, но он касался не просто женщин, он влюблялся все время. Это была его слабость. Как человека. И он влюблялся в женщин. И вот он влюбился в одну, женился, развелся на следующий день, влюбился в другую. И они были при том еще не его народа. Они были чужие странными. Что Библия вообще категорически запрещает? Закон запрещает. А ему вообще женщин касаться нельзя. Но он, Назарей, он помазанный. В нем вера живая, но он берет и делает такие вещи. И знаете, что происходит? За грех. Есть грехи, за которые придет расплата. Однозначно. Вы должны всегда это знать. Есть согрешения, которые омываются кровью, все. Есть вещи, которые делать нельзя. Примеры привести вам или нет? Ни в коем случае нельзя никогда, Библия четко говорит, обманывать брата, сестру, кого угодно, на деньги. То есть, если ты кого-то обманул на деньги, обязательно придет на расплата. Об этом Библия говорит, Бог мститель за все это, написано в Салоникийце. То есть, а конкретно вы должны понимать, нельзя ни в коем случае причинять зло. Зло, если ты причинил его боль, ты должен понять, это обязательно вернется к тебе. Есть закон сения и жатвы. Кто-то меня слышит? Есть вещи, которые нельзя допустить. То есть, когда вот у тебя была возможность помочь, и ты взял, просто проигнорировал. Я скажу тебе, эта вещь, она обязательно вернется к тебе. Ты будешь в нужде, и тебе не помогут. Многие люди молятся, молятся, молятся. Нет, нужно не просто молиться, нужно правильно поступать. Нужно засеивать свою жизнь правильными семенами. Кто-то аминь скажет? Поэтому мы сеем, поэтому мы чисты. Библия говорит, кто крадет десятину, тот вор, Бог так называет. Вау, я не хочу крась десятину, потому что, если я ее буду крась, обязательно ко мне придут проблемы. Зачем мне это нужно? Логично или нет? И приношение описание говорит. То есть, ни в коем случае. То есть, есть вещи, которые переступать, я не буду никогда. Потому что, это вещи ясные, четкие, с ними играть нельзя. Это как с огнем играть. Когда вы, вот дома, ваша жена, ваш муж, это отношения, друзья, ни в коем случае, в них, в отношениях, с людьми, нужно быть очень осторожным, особенно с близкими. Никогда нельзя допустить, что ты унижаешь кого-то. Нельзя допустить, если произошел конфликт или еще что-то, бегом решай этот вопрос. Потому что Библия четко говорит, мужья, относитесь к женам, как к немощнейшему сосуду. Так или нет? Почему? Потому что, если вы не будете так делать, там написано, у вас будет препятствие, где? В молитвах. То есть ты пойдешь молиться, а там стоит просто препятствие. Что значит препятствие? Препятствие, это значит, стоп, мотор, подожди, ты не решил вопрос здесь. Иди его решай. И Иисус говорит, идешь ты с даром, к жертвеннику, а брат твой что-то имеет на тебя. Вы помните это или нет? Он говорит, оставь свой дар. Да ты что? Это же дар. Это же я счастливлю Бога, я счастливлю церковь. Он говорит, нет, нет, нет. Иди оставь его, не надо. И реши вопрос сначала. А потом только иди приноси свой дар, чтобы он был принят Богом. То есть есть вещи, которые делать нельзя. Самсон сделал вещи, которые делать нельзя. И вот представьте картину. Самсон и Долида. И вот он у нее на коленях. Он уставший, он засыпает. Он пошел там, поубивал каких-то филистимлян, он устал, пришел. А на нем помазание. Реальное помазание. На нем живая вера. И вот смотрите, что происходит. Ему обрезают волосы, пока он спит. Он приходит в себя, пытается что-то делать, ничего не получается. И вот она расплата, ему выкалывают глаза. В доме узников написано, он мелит. Но он же имеет живую веру или нет? Скажите. Просто вы скажите, имеет или нет? Имеет живую веру. В отличие от тех, даже кто ничего не делает, он имеет живую веру. И вы сейчас немножко вдумайтесь в это. И вот приходит момент, когда он там в доме узников ходит, а волосы-то отрастают, да? Там Библия говорит. И он говорит, Бог, дай мне шанс выполнить свое призвание. Потому что мое призвание убивать филистимлян. дай мне шанс. И Бог дает ему откровение. И говорит, когда они тебя позовут и начнут развлекаться с тобой, то есть колоть тебя там разными копьями, смеяться с тебя и так далее. Говорит, ты подойди к двум столбам. И в этот момент молись. И вот он говорит, отроку. Все смеются на нем. Три тысячи человек. Написано, что он убил при смерти своей больше, чем за всю свою жизнь. Говорит, три тысячи человек. И вот он стоит, представляет, а они колят его, смеются на нем. И он говорит, отроку, подведи меня к двум столбам. Ну он-то слепой. Откуда он мог знать? Это Бог ему открыл. Аминь? Что там столбы и так далее. И вот его подводят, он упирается в столбы и говорит, Бог, приди. Приди. Друзья, почему? Почему Бог пришел? Ответьте мне на вопрос. Живая вера была в этом человеке. и слышите, в нем были недостатки, в нем были пороки, грехи, все что угодно, но в нем была живая вера. И вот он в момент этот говорит, приди, и сила сходит на Самсона, такая, что он сдвигает два столба, на которых держится все здание. Представьте, все здание, какая силища, это сила великого Бога, только может сдвинуть такое, и он сдвигает их, и он умирает вместе с ними, но он убивает три тысячи перед земля. Теперь слушайте внимательно, он записан, а где? В списке грешников, он записан в героях веры, тот, который, кажется, неправильные вещи делал, но он записан в героях веры, а был человек такой, Лот, Лот, вы помните Лота или нет? И Лот это племянник, племянник кого? Авраама. И вот давайте мы посмотрим, что же тут с Лотом у нас было? И вот в Библии написано, смотрите, 2 Петра, 2 глава, 6 стих, и если города Содомские и Гаморские осудивное истребление превратил в пепел, то есть Бог, показав пример будущим нечестивствам, то о праведного Лота, праведного, скажи со мной, праведного Лота, праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, скажи со мной праведник, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, смотрите, Лот был праведник, он не грешил, и он мучился в душе своей, и знаете, что в героях веры его нет, объясните мне, пожалуйста, почему в героях веры Самсон, почему в героях веры Давид, который взял Версавию, жену своего друга, забрал себе, когда приехал друг, и говорит, я буду с тобой, он говорит, нет, иди к своей жене, он знал, что она беременная от Давида, и он говорит, иди к ней, он говорит, никогда в жизни я не пойду, я буду у твоих ног, и потом он отсылает его на войну, и дает письмо, дает письмо своему помощнику, говорит, возьмите, и когда там будет война, подставьте его просто под стрелы, возьмите, пошлите его туда, где его 100% убьют, прямо подставьте его, и он делает это, и он подставляет, и он убивает Орию, и забирает эту Версавию себе, кажется, как такое может быть, Давид, Самсон в Героях Веры, а Лота праведного там нет, потому что служением Лота, знаете, что было? Делами Лота, у него не было никаких дел, у Самсона были дела? Я не слышу вас, были дела, у Давида были дела? Друзья, даже Сам Бог, когда воплотился в тело, Он не постыдился называть себя сыном кого? Давида, Давид сделал страшные вещи, но Он не постыдился, потому что Давид сделал великие дела, А у Лота было служение мучиться в праведной душе своей. И вот сегодня есть кто-то, кто в этом зале, вы слушаете это слово, и у вас, знаете, служение мучится в праведной душе своей. Кто-то смотрит нас по телевидению, ничего не делайте для Бога, просто мучаетесь в праведной душе своей. И говорите, тот грешник, тот грешник, тот грешник, а может остановитесь? Может уже хватит? Может вы начнете жить как Давид, как Самсон? Может вы пойдете делать великие дела для Бога? Потому что мы спасаемся чем? Живой верой. Мы спасаемся верой из дел. Я еще раз повторяю, мы спасаемся верой из дел. Я повторяю там, верой из дел. Скажите все вместе, мы спасаемся. Верой из дел. Вот что сегодня самое главное. Скажи, я не лот. Я хочу быть как Давид. Не слышу вас. И говорится, что царство Давида будет. Потому что, слушайте внимательно, что касается наших грехов, Бог кровью своей омыл их. и Он простил нас. И мы будем жить с вами. И я уже заканчиваю. Послушайте, ну мысль очень важна, которую я вам хочу донести. Вдумайтесь в нее. Всю жизнь. Что бы с тобой ни случилось. Ты знаешь, что ты еще согрешишь не раз. Ты в курсе? Почему вы так отвечаете? Вы не верите в это? Поверьте мне. Еще будет. Возможно, сегодня ты придешь домой и накричишь на кого-то. Тебе будет больно от этого. Может такое быть? Но знаете что? Твои дела, твои подвиги, твое служение, то, что ты делаешь для Бога, вот это играет роль. Когда мы станем перед Богом все, дорогие телезрители, когда мы станем перед Богом, Бог скажет, я решил все вопросы относительно твоих грехов. Я заплатил кровью и искупил тебя. Все твои грехи, все абсолютно, даже капля крови, одна капля крови образна, капля крови моего сына, Бог скажет. Это правда. Капля крови Иисуса Христа способна омыть всю планету. Кто-то слышит меня? Если нам наши грехи кажутся как горы, Бог говорит, нет, я говорю вам, капля крови. И в Библии написано, если они как багряные, как снег убелю, но вопрос, что ты сделал на земле? Покажи свою веру и сделай своих. И посмотрите, что говорит Писание, заключительное место, которое мне хочется вам прочитать. Мне просто сегодня, друзья, такой момент, когда я понимаю, что есть люди, которые на самом деле, они переживут это слово. Они поймут, что нужно осознать, что такое настоящая вера и что нужно сегодня идти и слушать Богу. Смотрите. Это Иакова. Мы продолжаем. Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, креетесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих. Кто-то теперь слышит или нет? О чем проповедь? Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь. И бесы веруют. Кто-то слышит? И бесы веруют. И трепещут. И теперь слушайте. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Когда мы станем перед Богом, друзья, мы будем на небе, если наша вера была не мертва, а жива. Кто-то сегодня в этом зале, у телевизора, вы понимаете, что в самом деле у вас нет этих дел. И сегодня нужно что-то изменить. Я здесь для того, чтобы что-то изменилось в твоей жизни. я здесь, чтобы ты осознанно на сто процентов понял, что есть вечное спасение, что не случайно Самсон, Давид и другие записаны в герои веры. Герои веры. А лот, который вроде бы был праведный, но не записан. И сегодня ты должен осознать, есть вот эти две стороны. Я ничего плохого не делаю. Я никого не убил. Вы слышали такое? Я ничего плохого не сделал. Нет, это не мое. Мое это служить Богу, принести для Бога большой плод, сделать для Него большие подвиги и войти в герои веры. Кто-то, аминь, скажет, вот, что нам нужно. Сейчас, когда вот через буквально минуту-две будет молитва, я буду молиться о том, чтобы разные бесы, которые могли контролировать вас или вас у телевидения, чтобы эти бесы, они реально ушли. Вы знаете, что есть реальные демоны, которые контролируют человека и его мышление, которые не дают, блокируют помазанию прийти на его разум. Вы слышите меня, что я говорю? Я сейчас серьезные вещи говорю. И это помазание не может достигнуть даже слова, когда ты говоришь, эти бесы блокируют, чтобы ты ни в коем случае через это слово не воскрес для новой жизни. И я видел много людей, за которых я молился. И когда бесы уходили, человек начинал жить абсолютно новой жизнью. он не просто служил Богу, у него все менялось. И в личной жизни везде. Потому что бесы хотят засушить твою жизнь. А Бог хочет, чтобы она расцвела. И с Богом мы не боимся трудностей, скажи аминь. Потому что мы пройдем их. Без Бога мы погибнем. И я хочу, чтобы каждый из вас, каждый телезритель, кто смотрит нас, каждый, кто смотрит эту запись, будет смотреть. Послушайте, чтобы вы поняли, что только живой верой мы попадаем на небо. Только живой верой мы можем быть спасены. Мертвая вера, вера без дел, нам не нужна вообще, потому что это обман. Служение Богу, плод для Бога, дела наши, которые мы делаем, подвиги наши, какие, друзья. послушайте. Да сегодня для спасения людей нужны те, которые пойдут. Одни пойдут, знаете, куда? В притоны. Другие пойдут к наркоманам, третьи пойдут, я не знаю, к каким-то людям, ученым, третьи пойдут к политикам. Кто-то, у каждого Бог хочет помазать на дело. Вы слышите или нет? Бог хочет, чтобы ты стал лидером. Лидер это наше призвание. Знаете, вот есть люди говорят, нет призвания, есть призвание. Да, все мы сотворены по образу и подобию Божьему. Кто-то скажет, аминь здесь или нет? Наш Бог лидер или нет? Если ты сотворен по его образу и подобию, значит, ты лидер. Поэтому скажи сейчас, я лидер, я сотворен лидером. И когда ты становишься лидером, когда ты спасаешь людей, когда ты сегодня представь, возможно, ты сидишь в этом зале или смотришь по телевидению, и ты не партнер даже. По какой-то причине бесы пришли и тебе сказали, а я не знаю, куда идут деньги или еще что-то. Дорогой мой, возьми свои деньги и сам приди, и мы вместе пойдем, и я помогу тебе правильно их направить. Потому что твои деньги не нужны никому. Твои деньги сегодня должны служить Евангелие. Я всегда всем говорю, мы делаем очень много работы, очень много работы благотворительной. Почему? Потому что мы свидетельствуем этим об Иисусе Христе. Аминь. Мы свидетельствуем об Иисусе Христе. Люди, которые получают помощь, поверьте, они знают, от кого они ее получают, правда? И когда я прихожу даже в онкологические центры, я свидетельствую, я проповедую там, я молюсь. Я молюсь прямо там, когда все они собираются, я молюсь, мамочки все собираются, дети, я молюсь, потому что я знаю, что наш Бог хочет проявиться. Ты должен сегодня осознать, что без живой веры ты идешь не в ту сторону. Мне хочется увидеть, кто из вас принимает сегодня это слово, кто из вас принимает сегодня это послание. Это так важно, друзья, потому что я пришел сегодня, чтобы ваша жизнь была преображена. Это серьезно, это не просто послушал, сказал, аминь, ушел, ничего не изменилось. Если так, я тебе скажу одну вещь, ты сам выбрал этот путь, это твое решение. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была преображена, дорогой телезритель, если ты хочешь, чтобы все изменилось, чтобы Бог реально к тебе пришел. Бог не приходит к людям, у которых мертвая вера. Кто-то меня слышит сейчас или нет? Все религиозные люди, заметьте, у кого мертвая вера, к ним приходят бесы. Вы меня слышите или нет? К ним приходят бесы. Они все ненормальные. Вы сталкивались с ними или нет? У них у всех что-то не в порядке. Потому что бесы, они переворачивают мозги, бесы, они извращаются. Бесы это демоны, вот эти религии, это дух извращения. Но чтобы пришел Бог, Бог это Дух Божий, Дух Святой. Это прежде всего Дух трезвости, трезвого ума. Кто-то слышит меня? Поэтому, когда приходит Бог, когда приходит Дух Святой, когда приходит помазание на твой разум, ты вдруг начинаешь понимать то, что никогда не понимал. Твоя жизнь начинает меняться. Во всех сферах вдруг ты начинаешь все понимать, потому что Писание говорит, помазание научит вас всему. Как это всему? И этому, и этому, и этому. Ты будешь понимать, вот ваше призвание, вот ваше призвание. Ваше призвание сейчас принять это слово и пережить реальное помазание. Я знаю, что сейчас есть люди в этом зале и по телевидению, которые по-настоящему приняли. И когда я буду молиться, вы переживете помазание. Настоящее, реальное помазание. Вы знаете, что когда приходит помазание, когда приходит Дух Святой, это реально, это по-настоящему. Ты чувствуешь это и физически, и духовно. Давайте встанем. Как я говорил, по телевидению будет происходить то же самое, что в зале. Дух Святой будет касаться и освобождение и прикосновение Духа Святого. Дух Святой прийти. Дочь. Дух Святой прийти. Аллилуйя. Освободи сегодня от этих демонов, от этих злых духов. О, Дух Святой. Друзья, пришел Дух Святой, я чувствую это. Сейчас по залу пойдет это движение. Аллилуйя. Освободи от этих демонов, которые контролировали разум. Прямо сейчас. точь. Аллилуйя. О, эти злые духи, религии, колдовства. О, эти злые духи, аллилуйя. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Пусть сегодня будет разрушено то, что, возможно, долгие годы держало, контролировало. какие-то слова, которые были высвобождены. Пусть прямо сейчас это будет разбито, разрушено в этом зале и по телевидению. Прямо сейчас у экрана телевизора. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. И справа от меня есть человек, у которого конкретный дух контроля на разуме. И этот дух контроля, религиозный дух, и этот дух контроля, он пришел конкретно через слова, которые были высвобождены еще более пяти лет назад, где-то семь лет назад. Прямо сейчас я разрушаю этого демона и изгоняю прочь. Во имя Иисуса! О, мой Бог. О, мой Бог, я хочу видеть этого человека сейчас. Хочу видеть его здесь на сцене. Кто это? Вы знаете, о ком идет речь? Этот человек знает, о ком я, что я о нем говорю сейчас. И прямо сейчас я хочу, чтобы этот человек, он подошел ко мне сюда на сцену. Во имя Иисуса, дьявол, я связываю тебя в этом зале именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса, именем Иисуса, сатана, именем Иисуса. Прочь! Убирайся вон, убирайся вон, прочь! Убирайся вон, дьявол, убирайся вон, прочь! Во имя Иисуса, сатана, прочь! Прочь! О, дьявол, тебе больше нет места. Тебе больше нет места. Подойдите сюда. Нет места. Все, пожалуйста, сейчас будьте в состоянии, потому что каждому сейчас в этом зале у телевизора, знаете, сейчас этот момент, когда Дух Святой движется, ни на что нельзя отвлекаться, потому что в этот момент, когда вы сосредоточены и ожидаете Духа Святого, Он подойдет к вам обязательно и уйдет. Вот сейчас прямо у телевизора кто-то, и это человек, у которого уже долгие годы контроль конкретный, это Дух Депрессии. И прямо сейчас приходит освобождение. Дух Святой освобождает вас от этого Духа Депрессии. Я связываю этого демона и говорю, прочь! Во имя Иисуса! О, мой Бог! Аллилуйя! 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 Еще один человек есть, который же переживает страх. Этот страх из прошлого, именно из религиозной жизни. И вы находитесь в страхе. Этот страх вы боитесь Бога. Вы боитесь конкретно Бога. Вот по плоти конкретно у вас религиозный страх. Это демон. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа. Будьте освобождены! Во имя Иисуса! Прочь! Сатана! Аллилуйя! 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 Вот Дух Святой! Дух Святой! Дух Святой! О, мой Бог! Аллилуйя! Боже, я благодарю Тебя! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! О, мой Бог! О, мой Бог! Вот Дух Святой! Коснись! 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 Пребывайте сейчас просто в этом состоянии. Потому что в этот момент, именно сейчас, когда вы сосредоточены, Дух Святой приходит. Некоторым людям надо прямо заявить, именно сказать это Духу Святому, сказать с этого момента, моя вера жива! Моя вера жива! Моя вера жива! Аллилуйя! Дух Святой! Я разрушаю всякие слова. Эти слова, которые были сказаны, я разрушаю кровь Иисуса. Кровь Иисуса, именем Иисуса. Контроль я разрушаю. Прямо сейчас. Я говорю тебе, дьявол, убежайся. Вон! Во имя Иисуса! Пач! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Дайте мне еще. Во имя Иисуса! Пусть оно не будет помазание Твое, Господь мой! Коснись! Это помазание Божие. Пусть оно пребудет. Новое мышление. Помазанное мышление. Помазанное мышление. Все в этом зале и у крана, пожалуйста, прямо сейчас, в этот момент, коснитесь своей головы и скажи, помазанное мышление. Помазанное мышление. Помазанное мышление. Дух Святой. Пач! Коснись! Пач! Коснись! Тач! Во мой Бог! Коснись! Коснись! Фу! Эти темы никогда больше не коснись. Пач! Пач! Коснись! Мой Бог! И именем Иисуса Христа с разрушенным в этом влиянии демоническому в этом момент. Коснись! О мой Бог! Мой Господь! Тач! Коснись! 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 Пу! Коснись! От помазания пусть сегодня распадется это ярмо пусть сегодня Боже в этот день произойдут чудеса именно с разумом Боже с духом. Братья и сестры такие молитвы бывают очень редко. Я говорю это всем в зале и кто смотрит нас. Я знаю, что сегодня помазание Божье оно движется для того, чтобы изменить полностью ваш дух и ваше мышление. Вы можете сегодня уйти другим человеком просто в этот момент просите Духа Святого чтобы он подошел к вам лично. Он здесь. Тач! Коснись! 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 Подвините сюда! Коснись! 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 Иисус! Иисус! Это помазание, Боже, Господи! Это помазание, Господи! Это разрушено сейчас! Все это демоническое влияние контроля прямо сейчас! Новая жизнь! Новая жизнь! Новая жизнь! По имени Иисуса! Иисус! 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 О мой Бог, то святой, то святой, то святой, и совершенно, Боже, совершенно будет изменена моя внутренняя жизнь, внутренняя жизнь, внутренняя жизнь. Пусть меняется на этом собрании, внутренняя жизнь. Я хочу еще помолиться за тебя. Внутренняя жизнь, внутренняя жизнь, пусть меняется, изменена в этот день. Пусть, 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 о мой Бог. Газись, тащи. О мой Бог. Тачи. Газись, тащи. Тачи. Еще дайте мне. Тачи. О мой Бог. Дайте еще. Помазание твое, Боже, сегодня поменять полностью. И внутреннюю жизнь. Тач! Касис! 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 Тач! Касис! Дайте мне эту Библию. Елей радости. Я сегодня этим бесам запрещаю оставаться. Демоны и бесы! Прощай, Иисуса! Прощай, Иисуса! Тач! О, мой Бог! О, Дух Святой! Дух Святой! Дух Святой! Пусть сегодня внутренняя жизнь будет изменена. Просто заяви это. Скажи, на основании того, что я принимаю это Слово, на основании того, что я принимаю Слово, я живу живой верой. Я иду на небо. Дух Святой, сегодня измени всю мою внутреннюю жизнь. Пусть помазание будет на моем духе, пусть помазание будет на моем разуме. Дорогие телезрители, прямо сейчас заявите это. Я читаю вам из Слова. И здесь говорится, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача елей радости. Вместо унылого духа славная одежда. О, мой Дух Святой! Драгоценный! Друзья, я прямо чуть почувствовал помазание Божие, как мощно усилилось сейчас, когда я прочитал эти слова. Новая жизнь! Помазание Святого Духа, прямо сейчас. Дух нечистый, Дух контроля. Я разрушаю тебя. Дух страха пусть уходит прочь. Дух религии, который связывал, пусть уходит прочь. Дух веры пусть высвобождается сегодня. Во имя Иисуса! Пусть сегодня полностью изменит всю твою жизнь, всю твою жизнь, всю твою жизнь. Во имя Иисуса! Всякий пепел, пусть уходит прочь. Во имя Иисуса! Пач! Солара, Макара, Масая! О, Дух Святой! Я молюсь прямо в телевизоре, прямо в камеру сейчас. Друзья, все, кто у телевизора, кто смотрит сейчас меня, прямо в эфире, или, может, уже на записи, не имеет значения, помазание Божие сейчас движется. Дух Святой! Кас! Низ! Пач! Помазание Божие! О, Дух Святой! Прямо-то! Кас! Низ! Всякий пепел, слезы, всякий контроль дьявола именем Иисуса Христа, Сына Божьего. Прямо сейчас я разрушаю во имя Иисуса! Я говорю прямо в твою жизнь, я говорю, елей радости, я говорю, славная одежда! Дух Святой! О, Дух Святой! Кас! Прямо сейчас этот Дух религии, Дух страха уходит! Прямо сейчас этот Дух контроля уходит! Дух депрессии, я знаю, уходит сегодня! Прямо сейчас во имя Иисуса Христа! Я вижу Дух боли, Дух боли, конкретно внутренней боли, прямо сейчас именем Иисуса Христа я сказываю! Пачка, слезы, Дух Святой! О, мой Бог! О, мой Бог! Аллилуйя! Это уходит сейчас, прямо сейчас! Я вижу человека, как будто он связан, именно внутреннего человека! Кто-то сейчас смотрит, и вы, внутренний человек, я вижу, как будто связан полностью, руки, ноги, все связано, веревка! Прямо сейчас во имя Иисуса Христа приходит полное освобождение! Прямо сейчас именем Иисуса вы развязаны, я развязываю вас силой Божьей, силой Духа Святого! Прямо сейчас вы ничего не могли делать! Вы не могли двигаться, вы не могли вообще ничего делать! Как парализованы были духовно, внутренне парализованы, душевно парализованы! Прямо сейчас освобождение! Я вижу в духе, как приходит освобождение! Ваши ноги освобождаются, ваши руки освобождаются, полностью освобождены! Ваш рот даже был заклеен! Полностью сейчас, полная свобода! Полная свобода, новая жизнь! Во имя Иисуса! Ваши ноги освобождение! Ваши ноги освобождение! Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Друзья, сегодня Дух Святой, Он здесь! И Он движется, чтобы освобождать! Он движется, чтобы показать себя лично для вас! Вот Дух Святой! Кас-нис! 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 Друзья, помазание Божье движется! Есть люди, которые прямо чувствуют физически, как Дух Святой касается их головы! А я в Духе сейчас вижу прямо картины, мне Бог показывает сейчас, как будто щупальцы на голове, как будто такое мерзкое черное существо, которое щупальцами своими буквально окутало ваш разум и затылок и полностью голову. И оно на ваших глазах! И прямо сейчас, в этот момент, вы получаете полное освобождение во имя Иисуса! Во имя Иисуса дьявола убирается! Во имя Иисуса дьявола убирается! У кого-то прямо глаза, как будто бы залеплены черной мазью такой, это бесы, это демоны, прямо сейчас, в этот момент, тот человек, о котором я говорю, знает, в этот момент прямо полностью Дух Святой движется! Именно именем Иисуса Христа, прямо сейчас я вас освобождаю от этого! И срываю это! Во имя Иисуса! И вы были слепы, но сейчас приходит полное прозрение, полное прозрение! Аллилуйя! 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 И есть также женщина, у которой как будто горло перетянуто вот этим щупальцем, и это на физическом уровне, и у вас постоянно очень сильно болит голова, вы вообще не можете даже из-за этого думать, соображать не можете правильно, вы видеть не можете, вы постоянно мучаетесь, прямо сейчас полное исцеление приходит к вам! Именем Иисуса Христа я связываю этого дьявола! Прочь, демон! Во имя Иисуса, прочь! Полная свобода приходит и сейчас прямо полное исцеление приходит в вашу голову! Во имя Иисуса! 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 О Дух Святой! Каснись! Каснись! О Дух Святой! Дух Святой! Тачь! Тачь! Каснись! Каснись! Тачь! Каснись! Каснись! Мой Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Тачь! Помазание Божье, пусть сегодня полностью изменит ее жизнь. Во имя Иисуса Христа. О, мой Бог. Аллилуйя. О, помазание Святого Духа. Помазание Святого Духа. Помазание Святого Духа. О, Дух Святой. На этот разум. Дух Святой. Помазание Твое. Я молю Тебя, помазание Твое. Помазание Твое. О, Дух Святой. Кровь Твоя Святая Домаит полностью. Ой, помазание. Точи. Коснись. 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 Помазание. Коснись. Точи. Точи. Помазание Твое. И помазание Твое Божие Давайте все, все, все Сейчас коснитесь своей головой И кто смотрит по экрану Прямо сейчас коснитесь своей головой Скажи Дух Святой Твое помазание сегодня Дух Святой Косись Этот демон, если не контролирует ее Человек прочь, уграйся вон от нее Сдавя сейчас же Уграйся вон Продолжайте просто держать руку Вот так на голове Хотя бы палец надо держать На голове На виске может На лбу Точи Косис О, мой Бог Косис Косис О, мой Бог Точи Косис 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 Давайте поднимем руки к Богу сейчас, в этот момент. Скажи просто осознанно, скажи, я буду жить живой верой, сам себе скажи. Аллилуйя, Дух Святой, Твое помазание пусть будет на мне. Твое имя Иисуса. Дьявол, тебе нет места. Какое-то колдовство на тебя наводили. Я сейчас прямо, в этот момент, я разрушаю это именем Иисуса. Именем Иисуса, дьявол. Убирайся вон от нее. Не прикасайся больше от нее. Выйди из нее прочь и не прикасайся. Ты не можешь больше контролировать ее. Это колдовство больше не имеет силы. На этом собрании полная свобода для тебя. И это касалось, влияло на твою личную жизнь. На тебя лично, на твое восприятие самой себя. Но прямо сейчас, в этот момент, новая жизнь начинается у тебя. Дьявол, прочь от нее! Во имя Иисуса! Прочь! Больше нет никакого основания. Убирайся вон! Прочь! Прочь! Убирайся! Выходи вон! Отцепись от нее! Выйди вон! Полная свобода! Выйди вон! Все! Демон от тебя нет больше места! Давайте всего-все-все поднимем руки. Господь, Дух Святой! Дух Святой! Дух Святой! Дух Свистой! Дух Святой! Дух Святой! Тач! 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 Коснись О, Дух Святой Прямо сейчас у экрана телевизора Прямо сейчас Дух Святой Коснись Я разрушаю контроль Прямо сейчас на личной жизни Во имя Иисуса Пусть он будет разбит полностью Во имя Иисуса Христа О, мой Бог Аллилуйя Аллилуйя Я в духе вижу картину Как будто демон на расстоянии стоит Но этот демон связан Как будто с вами Как железная Прямо такая вещь черная Как пруд такой И он буквально ведет вас, контролирует вас Прямо сейчас я разрушаю это влияние дьявола Во имя Иисуса Полная свобода Полная свобода во имя Иисуса Прямите ее прямо сейчас Новая жизнь Прорыв в личной жизни Прорыв в личной жизни Я говорю Прорыв в личной жизни Прорыв в личной жизни Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса О, Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Друзья, там где помазание Там всегда Кто-то кричит Это нормально Бесы кричат, проявляются, проявляются. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Вот на часть зала я сейчас молюсь за вас. Дух Святой! Кас! Тис! Кас! Нис! Кач! Помазание Твое! Помазание Твое! Дух Святой! Помазание Твое, Боже! Пусть опустится при вас сейчас. Касись, косись, 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 косись. Новая жизнь! Утверждайтесь в этом. Новая жизнь! На основании слова я принимаю слово. Со словом всегда приходит помазание. Когда ты принимаешь слово, приходит помазание, приходит сила. Живая вера. Сейчас я молю за тех, кто в середине здесь. Пожалуйста. Дух Святой. Низ. Тач. 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 От помазания пусть распадется всякое ярмо. Пусть сегодня распадется всякое ярмо. Я молюсь за эту часть. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. Дух Святой. Своим помазанием сейчас. Разрушающим всякое ярмо. Каз. Низ. Елей радость. Вместо умилого духа славная одежда. Каз. Дорогие друзья, я молюсь сейчас за тех, кто смотрит нас по телевидению, по телефону. Не имеет значения. Прямо сейчас я говорю. Дух Святой. Каз. Каз. Дис. Пач. Сейчас есть мужчина, у которого от ноги отошла демоническая сила, которая контролировала вашу ногу. Там что-то с ногой серьезное было. Прямо сейчас полное исцеление ноги. О, Дух Святой. Еще один мужчина исцеляется. Это касается половых органов. Прямо сейчас полное исцеление. Дух Святой. Дух Святой. Каз. Низ. Помазание, Боже, я молю Тебя. На разуме. Помазание на разуме. Помазание на разуме. Новая внутренняя жизнь. Дух Святой. Прямо сейчас. Если люди сейчас прямо переживают, как будто бы Бог переносит в этом помазание вас на новый уровень. Вы начинаете посягать на какие-то вещи нового уровня, в котором вы еще не были. Нового уровня. Потому что сейчас, в этот момент, когда Он касается вас, вы начинаете видеть новые возможности. И вера изливается в ваше сердце. Казись, Дух Святой. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Бог. Бог, Великий Дух Святой. Помазанием Твоим сейчас прямо Божие коснись. Коснись. Дух Святой, молю Тебя. Помазь ее. Помазь ее, Дух Святой. Помазь ее. Помазь ее, Дух Святой. Помазь ее, Дух Святой. Помазь ее, Дух Святой. Сделай руки сильными. Я благодарю Тебя, Господь. Давайте все поднимем руки. Аллюя! Слава Тебе, Бог наш! Мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы хотим Божию. Мы хотим жить Твоим помазанием. Мы хотим жить этой живой верой, Боже. Мы хотим, Боже, быть теми людьми, которых Ты используешь на этой земле для великих дел. Пусть это будет с каждым из нас. Подними свои руки и скажи, Бог, я хочу, чтобы вся моя жизнь принадлежала только Тебе. Ни кусочка дьяволу не дам. Ни одной части. Вся жизнь скажи, только Тебе, Бог! О, мой Бог! О, Раба Сан, Раба Сан, Раба Сан. О, мой Бог! Аллилуйя! Раба Сан, Раба Сан, Раба Сан. О, мой Бог! Аллилуйя! Слава Тебе, мой Бог! Мы поклоняемся Тебе! О, слава! О, слава! Слава! Слава Тебе! О, мой Бог! Аллилуйя! О, слава! Слава Тебе! О, мой Бог! О, мой Бог! Раба Сан, Раба Сан, Раба Сан! Тебе по всей земле. Гоу, гау, гау! Гоу! Гоу! О, мой Бог! Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. 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 Это помазание, оно будет оставаться, оно будет пребывать. Я просто имею внутри эту веру, друзья И от Бога я знаю, что есть люди, на которых оно останется Останется Принять слово, запомнить это ваш якорь И если ты принял слово, если ты зацепился за него и сказал, все, я его принял Помазание останется на тебе, увидишь Ты будешь новым человеком Ты будешь проходить сквозь стены, раздвигать моря Ты будешь делать вещи, которые никогда не делал Аллюя Слава Иисусу Я благословляю каждого из вас Каждого телезрителя Слава нашему Богу Иисусу Избавителю А дьяволу конец Дьяволу конец Дьявол, мы ненавидим тебя Убирайся, вот Эмэ Дайте Богу хорошую славу Ещё сильнее Ещё сильнее Ещё сильнее Ещё сильнее Оооо, мой Бог Я люблю всех вас, друзья Я люблю всех вас, дорогие телезрители И поверьте Знаете что? Живая вера приведет вас на самые большие высоты, которые только могут быть Мы раскусили сегодня, что дьявол многих мог обманывать, правда? И мы могли иметь веру и думать, что все нормально Оказывается, герои веры могли иметь недостатки, но они были героями, потому что они делали великие вещи для Бога Бог любит тебя